Армянская церковь Армянская церковь Армянская церковь Армянская церковь Армянская церковь Армении в Европу. Таким образом, армяне попали в Галицию. Поскольку население уже было достаточно компактное, проживание населения было, то была необходимость строительства кафедрального собора. И что и было, собственно, сделано, был построен этот кафедральный собор. Вначале он был вот только та часть, первая начальная часть, потом уже была пристроена вот эта часть в 17-18 веке, потом позже, в 20 веке, была пристроена третья часть храма. Таким образом, храм был основан в 1363 году, а последняя часть его была закончена в 20 веке, то есть он периодически достраивался. Субтитры создавал DimaTorzok С принятием католицизма в конце 17-18 века был такой прессинг со стороны польских властей. И, естественно, армяне для того, чтобы выжить, они вынуждены были пойти на компромисс, им они вынуждены... Ну, это долгая борьба была, она длилась очень долго. Они приняли католицизм в местной армяне, в Галицке армяне. И таким образом произошла, так сказать, полонизация армянского населения. Ну, не полностью их не полонизировали, но, во всяком случае, они значительно утратили свои национальные признаки. Это и отразилось и в архитектуре, и в языке. Уже в 18 веке появляются надписи на польском языке, потому что уже, как бы, польский язык начинает доминирующим становиться. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ До войны существовала армянская община, достаточно влиятельная. Как сами поляки часто говорят, когда с ними общаешься, они очень с большим уважением говорят об армянах и о их роли, о их вкладе в культуру Польши, в культуру Галиции, понимаете, в развитии ее экономической, культурной. Ну, много известных имен здесь есть, их можно бесконечно перечислять. Достаточно, сказать, Тарасевичей, который разрабатывали руссковецкие воды, достаточно, Лукасевичей, изобретателей газовой лампы. Много есть выдающихся имен. Карл Микули, Тадей, Баранч, известный скульптор и так далее. В общем, их здесь много было. Захаревичей известная семья была, чей дом стоит на площади рынок. Во Львове и Армяне играли значительную роль в жизни Львова, в жизни Галиции когда-то. Поэтому и остался такой вот для многих удивительно, потому что в советский период это все было мертво, закрыто, законсервировано. И поэтому люди, которые выросли в советскую эпоху, удивляются, откуда здесь появились армяне. Хотя армяне здесь жили целых тысячи лет, понимаете. И естественно, что свою культуру, свое влияние они оказали на развитие этого региона. Субтитры создавал DimaTorzok До меня не было священника. Был епископ, который боролся за то, чтобы вернуть храм. Но они в каплице проводили службу и так далее. Приходилось им много невзгод перенести, поскольку были холода, паства не помещалась в каплице. На улице они стояли под снегом, под дождем и так далее. Слава Богу, уже храм в целом фактически уже возвращен. Ну и теперь уже предстоит думать о его реставрации, о возрождении этого храма. Вы понимаете, что это весьма сложная задача, поскольку сопряжена с большими затратами. Нужны спонсоры, которые бы финансировали все это. В нашей голодной стране это не так просто. Мы думаем сделать отопление в храме, потому что без отопления невозможно вести богослужения, люди мерзнут. И потом это вредно и для самого храма, потому что охлаждается камень, замерзает, а потом оттаивает все это и трескается. У нас есть воскресная школа для детей и для взрослых. Люди приходят обычно в субботу, хотя потому что воскресенье у нас литургия, чтобы люди могли участвовать в службе богослужения. Мы условились занятия проводить в субботу. В этой воскресной школе, конечно, получают определенные знания языка, культуры, катехизация, то есть знакомим со Словом Божьим. Но это все еще очень сложно. Почему? Потому что народ отвык от Слова Божьего, отвык от веры, понимаете. Все это очень сложно происходит. Понимаете, Галиция, она имеет свои традиции. То есть, допустим, даже та же набожность, которая характерна для Галиции, для западной Украины, она не характерна для армянского населения, потому что оно в основе своей советское и воспитано в советских традициях, в атеистических традициях. Поэтому возрождать все это, понимаете, очень сложно. Слова Божьего, в атеистических традициях, в атеистических традициях, в атеистических традициях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова